Здравствуйте! С вами Марина Романюк. Подведем итоги недели в ближайшие полчаса. Смотрите в выпуске. Вдохнули новую жизнь. Рязанцев принял обновленный торговый городок. По новым правилам Павел Молков на правительстве представил нового градоначальника. Исполнять обязанности до подведения итогов конкурса будет Виталий Артемов. Сквер или многоэтажка. Жители Быстрецкой встали на защиту единственной зеленой зоны в районе. Сауна в подвале. Почему на Зубковой с отопительным сезоном не отключили отопление, узнавал Валерий Седов. После долгожданного окончания ремонта в Рязани открылся торговый городок. Жители города впервые прошлись по обновленным аллеям. Впрочем, пока что завершен лишь первый этап возрождения, но горожанам уже очень нравится. История торгового городка началась в 1955 году, когда на его территории открылась Рязанская областная сельскохозяйственная промышленная и строительная выставка. Но уже в 1959, спустя 4 года после открытия, выставка прекратила свое существование. А в павильонах начали работать магазины и городские сервисы. Так и появился торговый городок. До недавних пор он был полуразрушен и заброшен. Возрождение началось в 2021 году. Восстановительные работы, реконструкция и новая точка на карте города. Первые результаты работ рязанцы уже смогли оценить. Мне очень нравится, очень даже нравится. Мне 75 лет. Я видела, когда его построили, маленькая была. Я считаю, было давно пора. Я очень рада, очень довольна. Мне очень нравится. А еще в дальнейшем, еще последние будут, как говорится, ретушь напоследок. Мне кажется, вообще будет великолепно. Мне все нравится. Когда оживают какие-то заброшенные вещи, я всегда очень радуюсь. Очень зелено, красиво. Уютный парк получился. Прям очень замечательно. Мне очень хорошо тоже. Понравилось. Конечно, хочется еще до конца все увидеть, как это будет и что здесь будет присутствовать. А так, в целом, еще одно место, где возможно погулять. С удовольствием будем приходить. Хотелось бы даже какие-то вещи, где будут проходить какие-то мастер-классы, как для взрослых, так и для детей. Мы очень рады, что взялись за торговый городок. Я сам рязанский. Жил на Свердлово когда-то, в старых домиках и так далее. Я очень, в принципе, доволен. Но почему-то ничего не открыто вот так вот. Я здесь первый раз был в 68-м году, еще маленьким. Здесь была сельскохозяйственная выставка. Рязанская областная. Коровы, буйволы. Ну, тут очень много всего было. Был запустение. Я даже вот этот дом одно время реставрировал. Даже одно время с женой это вместе. И мы очень рады, что восстанавливается это все по-новому. К сожалению, фонтан не включили. Преображение этого заброшенного уголка еще не закончено. Впереди немало работы. В этих павильонах вскоре начнут принимать гостей рестораны с рязанской кухней. Здесь можно будет попить чай, узнать много интересных фактов в музее чая. Вот тут будет филиал библиотеки Горького. Откроется в торговом городке также брендовый бутик, где будут представлены локальные рязанские бренды. Михайловское кружево, скопинская керамика, кадымский венис. Ремесла, которыми рязанский край может гордиться, соберут в одном месте. Мы территорию, конечно, открываем, но не говорим о том, что все готово и на этом все закончено. Это только второй этап. Мы продолжим работу по благоустройству павильонов. На следующий год у нас запланирован третий этап. Мы перейдем на вторую линию за павильоны, сделаем дорожки по благоустройству, тоже проведем освещение, озеленение. Это пока мы где-то в середине пути находимся. Часть павильонов откроют уже в июле. Последние штрихи вносят и в расписание мероприятий, которые здесь планируют проводить уже этим летом. Это и выставка ретроавтомобилей, и модный показ, и мастер-классы для детей и взрослых. Ну а просто погулять здесь можно теперь каждый день с 8 утра до 10 вечера. Микрорайон Кольное – один из самых привлекательных и оживленных в городе. С одной стороны расположение практически в старом центре, с другой – удобная близость к выезду в курортные направления. Солодчу, Мещеру, Выползову и Цумбулова. Отсюда открываются прямо из квартир желанные для многих виды на Кремль в одни окна и на заливные луга, пойму оки в другие. Вот только плотность застройки здесь рекордная, и судя по всему, это не предел. Местные опасаются потерять единственный оставшийся кулачок свободной земли. Жить в Кольном мечтают многие, ведь именно тут построены уникальные для Рязани живые комплексы с удивительными видами – на Кремль и на заливные луга. Все преимущества района, однако, затмевает один немаловажный фактор. Сегодня плотность застройки такова, что он может вполне претендовать на звание самого густонаселенного района Рязани. Те, кто покупал здесь жилье 10-15 лет назад, были счастливыми обладателями всех вышеперечисленных бонусов. Но что получили жители Кольнова сейчас? Лет 7 назад мы купили здесь квартиру с моим бывшим мужем, и, соответственно, у меня была мечта, что мои дети, у меня их трое, пойдут спокойно в садик, в школу. Но, к сожалению, все это рухнуло по причине того, что наш район – это сплошные дома, асфальт, отсутствие парковой зоны от слова совсем. У нас всего три садика на сегодняшний день, и я даже, например, как льготница в свое время не могла отправить всех детей, имея льготу. То же самое касается и школ. В жертву новым многоэтажкам застройщики принесли многое. Детские площадки, зеленые зоны, парковочные места и другие неотъемлемые составляющие комфортной среды. Вот смотрите, какие детские площадки остались, какие парковочные места остались. Когда-то планировали этот дом, строили, вот эти два подъезда даже в проекте не было. Застройщик самовольно согласовал с архитектурой, построили еще два подъезда, отняли парковочные места, отняли детские площадки. Не особенно считаются застройщики и с другими важными моментами. Перегруз коммуникаций, по мнению жителей, приводит к сбоям в системах. А бездумное изменение ландшафта несет непоправимые последствия. Раньше вода сходила по этому оврагу. Уже второй год в подъездах стоит в подвалах вода. Овраг засыпают. Здесь ручей быстрец был. Сходила вода со всего города. Сейчас заваливают. Вода стоит у нас в подвалах. Канализация, которая действительно у нас очень часто забивается в последнее время из-за того, что ее возможно то ли не хватает, то ли нужна дополнительная канализация для нашего микрорайона. Также у нас электроэнергии, постоянно отключения идут, особенно ночью. Для развития наших детей спортивных площадок у нас тоже нет. Но это не останавливает строителей. Местные опасаются, что вскоре здесь вырастет еще один высотный дом. Были замеры земли. Пытались свои убивать. Дорогу уже проложили. Вот здесь, между домами по улице Быстрецкая, 20 корпус 2 и 18 корпус 1. Остался чуть ли не последний свободный участок. Сейчас это дикие заросли для жителей, как оазис в пустыне. Детям просто покататься на самокате, на велосипеде, просто негде. Во дворе сплошные машины. Это опасно для движения, для детей и для автомобилистов. Для нас эта зеленая зона, это единственный клочок зеленый, который вообще в кольном существует. Больше его вообще нет. Хоть это заброшенная территория, но она заросла, вот сейчас и стала зелененькой. И нас уже это радует. Если здесь построят дом, то мы лишимся вообще даже маленького клочка зеленого в кольном вообще. Власти в соцсетях активно нам отвечают на наши послания, что у нас есть Александровский парк. Но к этому Александровскому парку аллеи также можно успешно добавить лесопарк, Солочин. Всего лишь 30 минут на автобусе, и ты там. Но в шаговой доступности для семей, у которых нет автомобиля, это просто физически недоступно. Люди до последнего надеялись, что когда-то здесь появится парк. Но сегодня эта надежда угасает. Здесь планируют именно точечную застройку, никакое развитие застроенных территорий, еще чего-то нельзя подвести. Потому что, ну посмотрите, это клочок небольшой земли возле, соответственно, существующих домов. Но вот, к сожалению, доносить эту позицию довольно тяжело. Я надеюсь, что жителям удастся этого добиться. Есть прецедент на улице Стройково, когда люди добились того, что вот так во дворе у них тоже начали стройку. Люди вышли, не просто пообщаться с прессой, да, люди вышли и не пустили строительную технику. Будут нарушены и СанПИН нормы противопожарной безопасности, также озеленение зеленой зоны, слишком близкой застройки друг к другу домам. По сторонам посмотрите, сколько, как паркуется машина, вот там припарковать негде. Жители ознакомились с правовыми нормами, закон на их стороне. Очередная стройка нарушит ряд нормативов. Жильцы близлежащих домов уверены, что территория не соответствует критериям СанПИН и СНИП, регламентирующим застройку района. Поэтому сегодня они активно собирают подписи за пересмотр зонирования участка и в поддержку организации сквера. С окончанием отопительного сезона топить не перестали, при том во всех смыслах. У жителей дома три, корпус один. По улице Зубковой в подвале можно буквально париться. Оттуда поднимается теплый воздух. Из-за этого подъезд влажный, а комары да мухи летают постоянно. Управляющая компания, говорят жильцы, не реагирует. Проходите. Так, вот с дверей начинайте. Видите конденсат какой? Конечно. Конденсат не только на двери домофона. Влага оседает на стенах первого этажа. Краска уже облупилась и продолжает осыпаться. Вот, конденсатор происходит. Вот. А причина совсем рядом. Теплый, даже скорее горячий воздух в подвале. После съемки 15-секундного видео объектив камеры запотел, и его следует протирать. Рядом с подвалом ставим термометр. Ртутный столбик за непродолжительное время вырос до 28. Целый месяц уже, как отключили отопление, у нас идет испарение. На наши жалобы никто никак не реагирует. Жильцы обращались в управляющую компанию ЖУ-17. Говорят, что управляющая компания ответила просто. У вас все нормально. Видимо, конденсат, стекающий по стенам и счетчику, у них в пределах допустимого. Вот, видите, капает? Вот. Вот, вверху. И в каком состоянии он весь разваливается. У нас даже не закрывает. Вот. Жители дома рассказали, что из-за перепадов напряжения может сгореть техника. Лампы в квартирах нестабильны. Окна же в подъезде жильцы держат открытыми, чтобы этого самого конденсата стало меньше. До управляющей компании попыталась достучаться и наша съемочная группа. Личное посещение ни к чему не привело. Ни инженера, ни директора на месте не было. Зато дали номер телефона, по которому, мол, дозвонимся до уже главного инженера. Однако целый день из трубки мы слышали это. Спасибо за ожидание. К сожалению, сейчас все сотрудники заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии, и вам ответит первый свободный сотрудник. В новомодном рейтинге управляющих компаний ЖУ-17 занимает восьмое место. То есть, вроде как, в десятке лучших. Вот только сами жильцы говорят, этого не чувствуют. Жалоб-то хватает. И на испарение, и на ремонт подъезда, и на сухие деревья вокруг. Кстати, в социальных сетях ответы управляющая компания все же публикуют. Комментарий по сауне в подвале тоже появился. Дескать, после ремонта теплотрассы ресурсоснабжающей организацией была нарушена работа гидрозатвора. Со стороны управляющей компании, по их словам, вины в этом никакой. Но в этом бумажном пинг-понге страдают только обычные жители, которые, кстати, написали две жалобы в Роспотребнадзор и в администрацию города. На правительстве губернатор Павел Малков представил нового исполняющего обязанности мэра Рязани Виталия Артемова, а также анонсировал свой визит в новый корпус онкологического диспансера. А также, по традиции, проверил исполнение поручений на местах. Кадровый вопрос предварял заседание правительства. Павел Малков официально представил исполняющего обязанности мэра Рязани Виталия Артемова и пресек всевозможные слухи. Логика назначения на поверхности, заявил он. Коллеги, знаете, я с большим интересом читал самые разные конспирологические теории, вот почему именно Артемов назначен. На самом деле причина очень простая. Виталий Евгеньевич просто умеет работать и любит город, вот и все. А правительство во всем будет помогать, Виталий Евгеньевич. У нас уже в этом году запланировано несколько крупных проектов в центре города. Кремлевский сквер, Нижний городской сад, Лыбецкий бульвар, некоторые другие. Мы все их уже подробно обсуждали. Спальные районы тоже постепенно будем приводить в порядок продолжимые обходы города. Что касается дальнейших перспектив, теперь уже экс-мэра Елены Сорокиной Павел Малков заявил, что она будет обязательно востребована в структуре органов исполнительной власти. Ну а пока губернатор анонсировал совместную с Виталием Артемовым поездку в Дашково-Песочню. Как он выразился, для максимальной результативности. А уже завтра Павел Малков посетит онкологический диспансер. Новый корпус получил лицензию на медицинскую деятельность. С 1 июня принципиально открываются новые отделения, которых в регионе не было. Это отделение онкоурологии. Второе отделение – отделение теракальной онкологии. И принципиально тоже важное значение. Мы немножко усилили службу абдоминальной онкологии. В структуру вошел еще сектор по рентгеновескулярной диагностике и лечению. То есть новый вид медицинской помощи, которого региону до этого этапа не было. В полном объеме запускаем хирургическую службу с понедельника на следующей неделе. Очень важно, коллеги, чтобы у нас была не просто точка концентрации высокотехнологичного оборудования где-то в одном месте, а чтобы была выстроена вся система полностью. От профилактики и раннего выявления до оказания помощи. Причем максимально быстро тоже мы с вами разговаривали, что как только появляется подозрение у кого-то, уже пациента надо сразу брать и очень плотно вести. Плотно вести надо и главную на сегодня проблему в городе Скопин. Местные жители из микрорайона Когаткова написали губернатору о практически полном отсутствии воды. Вернее, давление есть, но оно очень низкое. Местные власти ждут начала ремонта на водоводе, а эта история не быстрая. Исправить ситуацию губернатор решил, что называется, в ручном режиме. Смотрите, коллеги, вот мы пока документы по процедуре направляем, люди сидят без воды. Вот с ребенком попробуйте день прожить без воды, и тогда можно будет говорить про процедуру. У меня просьба сегодня все решения принять. Мне на подпись документы определить немедленный исполнитель. Есть исполнитель? Ирина Алексеевна. Да, исполнитель есть. Решите? СКВС у нас исполнитель. Вот решите мне, пожалуйста, вопрос сегодня. И давайте уже приступать. Скопин, кстати, по жалобам в регионе на первом месте. Кроме подачи воды, люди еще спрашивают, когда починят дорогу от села Кликотки до границы с Тульской областью. Ответственные пообещали привести эту дорогу в надлежащее состояние к началу сентября. Повышение пенсии, новые штрафы для автомобилистов и частичный запрет на вейпы – это и не только. Что ждет россиян уже с июня, расскажу прямо сейчас. С июня части пенсионерам повысят пенсию. Речь идет о тех, кому в мае этого года исполнилось 80. Социальная пенсия у них станет больше вдвое. В социальном фонде России утверждают, что рост выплат коснется и тех, кто получает соцпенсию по старости. То есть ту категория, которая так и не набрала положенного трудового стажа или пенсионных баллов для получения страховой пенсии. Новые выплаты положены и жителям осажденного Сталинграда. При условии, что у них есть статус ветерана Великой Отечественной войны. Они будут получать те же льготы и соцподдержку, что и граждане удостойные медали житель блокадного Ленинграда и житель осажденного Севастополя. В денежном выражении это 4000 рублей ежемесячно, плюс льготы по проезду в общественном транспорте и при оплате услуг ЖКХ. Также с июня будет упрощено оформление инвалидности через обращение в вышестоящее бюро медико-социальной экспертизы. Теперь граждане смогут обращаться в бюро по месту своего проживания, и там должны организовать дистанционное проведение экспертизы. Перенесли и единый день выплат пособий на детей. Если раньше в каждом регионе дата устанавливалась своя, то теперь Социальный фонд России будет переводить деньги на банковскую карту в единые дни по всей стране. Так, единое детское пособие будет выплачиваться 3-го числа каждого месяца. Выплаты из материнского капитала 5-го. Пособие по уходу за ребенком до полутора лет 8-го числа. Если деньги доставляются почтой России, то даты выплат зависят от графика работы конкретного почтового отделения. Другое нововведение коснется биометрии. Теперь ее будут брать без согласия граждан. Список тех, кто обязан передавать биометрические данные в единую биометрическую систему, внушителен, а передавать будут изображение лица и запись голоса. Отказаться от передачи биометрии можно в письменной форме через МФЦ. Узнать об использовании своих биометрических данных можно через сервис госуслуги. Примечательно, что компании и госструктуры не смогут отказать людям в оказании услуг, если те откажутся от сдачи биометрии. Есть нововведения и для автомобилистов. С июня начнет действовать новый перечень минимальных технических требований как к выпускаемым в стране автомобилям, так и к транспортным средствам, возимым из-за рубежа. Список опубликован на портале Минпромторга. Один из пунктов – все авто, выпущенные в России, должны соответствовать экологическому стандарту не ниже Евро-2. Кроме того, будет прекращен ввоз транспортных средств из дружественных стран в упрощенном порядке. Плюс теперь все возимые из-за границы машины должны быть оснащены устройствами Эроглонас. Те водители, у которых устройство не установлено, должны поставить их самостоятельно. Пишут в средствах массовой информации. Иначе штраф до 50 тысяч рублей. Также авто из-за границы следует оснастить системы вызова экстренных служб. Временный порядок ввоза автомобилей без оборудования их системой Эроглонас был введен в мае прошлого года. С 1 июня начнет действовать запрет на продажу устройств для потребления никотиносодержащей продукции на ярмарках, выставках, с помощью автоматов и дистанционно. Кроме того, станет запрещено открыто демонстрировать вейпы и кальяны в магазинах. Несовершеннолетние не смогут купить вейпы, даже если те не содержат никотина. Накануне Дня защиты детей, неформальная встреча с уполномоченным по правам ребенка региона Анжелика Евдокимовой получилась по большей части о подростках. Самой непростой категории невзрослых. К ним и подход найти сложный, и проблемы у них уже серьезные. Без поддержки могут не справиться. Но в регионе, кажется, потихоньку наметился план взаимодействия. Мир детства прекрасен и беззаботен. И лишь светлые воспоминания связаны у большинства с этим периодом. Но в волшебном мире существуют свои проблемы, порой серьезнее, чем можно представить. Все мы родом из детства. Фраза появилась не случайно. Ведь взрослые вопросы чаще всего корнями уходят в неразрешенные детские проблемы. И возможно, если поговорить с ребенком, попробовать его услышать, понять и помочь ему в такой важной головоломке, даже если она кажется незначительной, возможно, это станет очень важным шагом на пути к счастливой взрослой жизни. Мы взрослые зачастую точно знаем, что нужно нашим детям. И вот так навязываем. Говорим, надо идти туда, делать вот то, и получишь вот так, и будет тебе счастье. А мы стараемся их услышать. Мы стараемся их услышать и поговорить по душам. И понять, а что же действительно нужно нашим детям. Вот в каком направлении нам дальше надо двигаться. Вот этот девиз – ничего для нас без нас. И когда разговариваешь с маленьким человеком, да, либо с подростком, и узнаешь его больше, и вот эти какие-то идеи и решения задачи, они приходят сами по себе. Их только нужно услышать и попытаться реализовать. Центр «Территория подростков офлайн» открылся в прошлом году. Сейчас это любимое место ребят из округи. Почему? Да потому что здесь их безопасное пространство. Здесь дружеское все. Даже такие далекие и непонимающие взрослые и те понимают, слышат, и им можно доверять. Идея, конечно, была такая, что подростки, которые ничем не заняты, это трудные подростки, которые могли бы приходить в какое-то пространство, где они могут найти какой-то развивающий досуг, получить поддержку психологическую. И, в общем-то, была такая простая идея. Но на самом деле она вылилась в то, что сюда приходят подростки разные. И здорово то, что они приходят, просто вот они шли мимо, увидели вывеску или там в интернете и зашли. То есть это такой, так называемый, низкопороговый вход. То есть мы просим только согласия от родителей, чтобы они понимали, где их дети находятся. Подобные центры действуют на волонтерской основе. Здесь проводят мастер-классы и беседы. Сюда можно прийти за помощью профессионального психолога. Причем и подросткам, и их родителям. Сложности родительско-детских отношений, проблемы отцов и детей. Будто взрослые и подростки говорят на разных языках. Часто порождает большинство серьезных проблем. Но это возможно исправить. Ребята спрашивают, когда в конечере откроетесь, когда еще где-то откроетесь. В общем, мы над этим работаем. На данный момент также на грантовой основе подали заявку об открытии аналогичного подросткового пространства. Возможность с несколько другой концепцией. Потому что нужно максимально расширять возможность концепции и выбора для ребят. Именно на территории Конищева. На базе библиотеки. То есть там Козаводская. Там очень классная библиотека с новым ремонтом. Там большие ресурсы вообще для ребят. Для того, чтобы они там собирались. И вот хотим попробовать еще в таком формате. Кроме того, в районных областях. Тоже сейчас выезжаем в районы и ведем переговоры о том, чтобы по возможности в муниципалитетах тоже создавались такие пространства. И уже есть примеры положительные в Крепиковском районе. Кроме того, в задумках аппарата детского омбудсмена региона создание школы осознанного родителя. И это еще один шаг на пути к пониманию наших детей. В Рязанской области продолжают восстанавливать некогда разрушенные храмы. Делается все силами прихожан. Начинают с небольшого строения. И вот на месте маленького домика вырастает церковь. Сегодня речь пойдет о небольшом храме в селе Дубровичи. Никто не знает, в каком году появился этот храм. Записи о его постройке не сохранились. Известно лишь первое упоминание от 1676 года. Спустя век храм заменили новым в честь святителя Николая Чудотворца, дополнив пределом в честь святых Флора и Лавра. Просуществовал он до 1930-го, когда начались гонения на русскую православную церковь. Тогда же церковь закрыли и разрушили. В 1937 году храм был закрыт, затем разрушен. И наш последний батюшка Ирей Иоанн Орлов был расстрелян на Бутовском полигоне. И вот стараниями прихожан, стараниями Ирея Максима было начато строительство храма. Храм строился достаточно долго, но вот такое значимое было для нас событие – малое освящение храма. Мы этому очень рады и будем ждать большого освящения. Новый храм начали строить еще в 2013-м. На пустом участке выросли стены церкви. А уже осенью 2018-го владыка Марка осветил для нее купола и кресты. Все это время прихожане стараются украшать как храм, так и прилегающую территорию. И совсем недавно митрополит Рязанский Михайловский Марк совершил чин его малого освящения и божественную литургию. Строительство храма еще не закончилось. Есть что доделать как во внутреннем убранстве храма, так и на прилегающей территории. Прихожане говорят, что трудностей при строительстве было много. Повлияла и ситуация вокруг, из-за которой, просто говорят, хотелось опустить руки. Сегодня в нашем Отечестве непростое время. И нас, как учеников Христа Спасителя, также охватывает тревога по случаю происходящих событий. Будем же помнить слова Господа, которые он произнес незадолго до прощания с учениками. Не оставлю вас сирых. И мы будем помнить, что слова Господа обращены и к нам с вами. Митрополит Марк выразил надежду, что в скором будущем удастся закончить строительство храма, а также создать небольшое место для общения с батюшкой и друг другом за чашечкой чая. На этом у меня все новости к настоящему часу. Я, Марина Романюк, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова